Акриловый лак И в том и другом случае лак матовый Я открываю и начинаю покрывать картину лаком Кисть должна быть достаточно мягкой и не очень большой по размеру Потому что так проще контролировать ситуацию Если мы будем покрывать работу очень широкой кистью То не будем видеть участки, которые покрыты лаком, которые не покрыты И возможно где-то мы работали с жидким акрилом И там нам нужно быть наиболее осторожными Как вы видите, я делаю перекрестные движения кистью И на цвет слежу за тем, чтобы не пропускать участки Которые покрываю лаком Не стоит делать движений, которые символизируют покраску какую-то Это осторожные мазки И я стараюсь делать их такими, чтобы проложив в одном месте Какое-то время не возвращаться туда Потому что лак должен схватиться И это не позволяет краске сходить с места Я кистью не стягиваю ее с поверхности картины Вот так Короткими мазками Довольно-таки густыми Я покрываю всю картину Первоначально лак имеет слегка белесую структуру Но после высыхания он полностью становится прозрачным Я использую только матовый лак Потому что глянцевый лак дает блик И при просмотре картине с зрителями Это не всегда удобно Любое смещение взгляда в сторону Дает вот этот блик И мне кажется только портит изображение Картина покрыта лаком Я еще нахожу какие-то места, которые не покрыты лаком Дополняю Картина можно вставить в раму Через два часа Ну а полностью Лак приобретает свои свойства Через сутки Вот так заявлено производителями Будем им доверять Спасибо Картина лаком покрыта Картина лаком Картина лаком Картина лаком Картина лаком